В Уральске провели выставку изделий, выполненных руками людей с ограниченными возможностями. Экспозицию организовал областной филиал партии Нур-Рутан. Творческие работы и сильных духом ремесленников увидели и наши корреспонденты. Арман Айтбаев начинал с ремонта обуви и кожаных курток. Сегодня у него свой цех, где он шьет из кожи сумки и кошельки. В планах взять помощника. В 20 лет он отказался от коляски и научился ходить. Говорит, что любимое дело дарит не только радость, но и придает силой двигаться вперед. В основном заказывают люди из кожи, кошельки заказывают, сумочки, барсетки заказывают. В основном именные какие-нибудь, чтобы оригинальные были. Некоторые свои эскизы привозят, именно такой размер, такой это. По такому я делаю, точно я работаю. В основном на таких выставках у меня люди покупают все. Когда вяжу, я отдыхаю, я отвлекаюсь от всего. Я люблю вязать изделия не из одного, не один рисунок беру, а объединяю несколько рисунков, чтобы было мое, индивидуальное, чтобы оно было красиво. Я люблю жилетки вязать. Жилетки, носочки, варь, пинетки детские. Кто-то только начал свое хобби и радуется первым успехом, но многие участники выставки занимаются любимым делом уже несколько лет. Для этих людей нужно создавать, конечно, отдельные места, где бы они собирались, и средства для того, чтобы купить необходимые материалы для них, пока они опираются на общественные организации. Выставили свои работы и воспитанники специализированных школ. Творчество, возможность выразить себя, преодолеть одиночество и стресс, отмечают сами мастера. К тому же это хобби приносит неплохой доход, ведь спрос на хендмейт растет с каждым годом. Бутогос Базарбаева, Була Джарлгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.